Black Mesa Classic это тот случай, когда грудь замкнулся. Изначально мы имели оригинал Халвы, который нам так сильно полюбился, его ремейкнули на движке Source и мы получили Black Mesa, ну а теперь Black Mesa D-Make'лит и рождается Black Mesa Classic. Я всегда знал, что комьюнити Халвы гений, но чтоб настолько. Над модом работали с 2019 года и 4 июля 2022 года вышла первая демка мода, выложена она была на сайте ModDB. На вопрос о зачем и почему команда Lambda Team отвечает, что они хотят сделать Half-Life с улучшенной графикой и расширенными уровнями и чтобы их творение могли запустить практически на любом компьютере, но они по сути персидуют Black Mesa на Gold Сурсе. На каком этапе находится разработка Black Mesa Classic неизвестно. В демо-версии демейка доступен уровень Vigod Hostile, но сколько всего миссий уже завершили в Lambda Team, не ясно. Моды рассообщили, что будут чаще делиться подробностями о ходе разработки, кроме того, они заявили, что ищут желающих, готовых поучаствовать в создании. Имейте ввиду, что кое-что из того, что вы можете увидеть или испытать в этой демо-версии находится в стадии разработки и вероятнее всего будет изменено в будущем. Black Mesa, ремейк оригинальных Half-Life на движке Source, вышел спустя 15 лет после анонса. В обсуждениях демейка фанаты шутеров рождают надежду на то, что Lambda Team понадобится чуть меньше времени. Загрузившись на карту, сразу почувствуете какой-то диссонанс, ведь это первая халва, но локация Black Mesa... Хочу сказать, что локации Black Mesa воссоздали довольно точные и детальные, хотя есть и условности, которых никак не избежать. Это отлично проявляется в ограничениях движка Gold Source. Некоторые карты сжаты, они намного меньше, чем в ремейке. Где изначально были большие пространства, например, это складское помещение, превратилось что-то сжатое и со множеством стен и дверей. Но я не скажу, что это плохо, нет, это выглядит хорошо, да и это оптимизация. Но вот мы и дошли до оружия. На самом деле, изменений мало. Оружие стало реалистичней, всё в лучших традициях старшего прата, Black Mesa. Также это, например, покачивание оружия, новые декали пулевых отверстий, которые взяты напрямую из второй части халвы, а также фонарик. Он и вправду красиво выглядит, но не хватает динамических теней. Когда вы стреляете, то вокруг вас всё светится, и есть ещё и дым из дула, а также взрывы. Теперь при взрыве всё будет разлетаться по странам, а также больше эффектов дыма. Ещё изменили кровь, она стала более выраженной. Что можно сказать по модификации? Безусловно, очень крутая задумка. Реализация, точнее то, что мы имеем сейчас, тоже ничуть не хуже. Поэтому, если вы хотите помочь команде Лямбда Тим в разработке этого мода, то ссылку на их дискорд и на страничку на сайте ModDB я оставлю в описании.